Всем огромный привет! У нас за бортом где-то минус 15, так очень холодно, но я хитрая. Я в разные дни ходила, ну по своим делам, естественно, и потихонечку, по чуть-чуть снимала то, что к нам постепенно приходило в магазины. Это и красный от Comte Garçon, и Fantomas. Единственное, эти флакончики не будут фигурировать в самом видео, но я там объясню почему. Ну, прячут их, вот, и давайте начнем, посмотрим, что я там натестила, начнем с красного. Появился руж, этот тестер спрятан, мне на руку нанесли, сейчас буду рассказывать, чем он пахнет. Ну, чувствую такой, знаете, это однозначно мужской запах, даже не унисекс. Не знаю, на моей руке пахнет какими-то обычными мужскими духами. На моей руке это даже не свекла, как многие говорят, свекла. Да, первые три секунды действительно как будто бы вот прямо разрезали свежую свеклу и землицей. А сейчас на моей руке это просто такой ладан в перемешку с какими-то еловыми оттенками. Ну, мне вот только три минуты назад его нанесли на руку, похожу, потом, может, что-нибудь добавлю. Ну, это для... Я себе в жизни не стала бы такое покупать. Мужчине было бы, наверное, прикольно. Ну, девочка, мне кажется, ну, как бы, не знаю. Но я бы такое носить не стала. Вот этот парсюм London Dream Heal Burberry. Это новинка. И уже и хит-продаж, и, в общем, все дела. А, нет, хит-продаж это обычное Heal Burberry. Ну, на мой взгляд, я только вот сейчас брызнула. Вообще не похоже на обычное Heal Burberry. То есть, совершенно что-то другое. Какое-то цитрусово-цветочное мне показалось. Может, немножко каких-то деревяшечек, ну, что-то такое. Просто, если ждать какую-то там еще очередную вариацию на эту тему, то вроде бы нет. Ну, может быть, в базе что-то появится, не знаю. Еще у нас появился Fleur Mask Pude Toilet Floral. Наконец-таки не прошло и года, как говорится. Но мне понравился парфюм. Он отличается от обычной Fleur Mask, которая у меня была. Та более перченая и розная. И даже сладкая. Здесь парфюм менее сладкий. Он такой холодный-прихолодный. Знаете, как будто бы холодный ледяной пион. Или что-то такое. Перченности особо такой вот здесь. Ну, такой вот шершавый, по крайней мере, я не ощущаю. Но мне понравился парфюм. И нанесла вот на кожу. Пока что разнашиваю. Не знаю. Может быть, даже. Но он такой, знаете, более строгий с другой стороны, чем вот тот Fleur Mask. Ну, предыдущий. Еще под Новый год я пробовала. Помните, я говорила, что даже не могла понять, чем пахнет. Потому что много всего натестила. Так, вот от Night всеми любимый. Сейчас я прямо его на себя нанесла. Думаю, да, хочу его разнюхать. Ну, знаете, такая миндальная пудра. Но она с каким-то... Ну, это, наверное, сейчас модный этот минеральный акцент. Ну, знаете, пахнет вот... Даже где-то на каком-то этапе надо еще и поразнашивать. Как вот ластик. Как стерка. Ну, у которой карандаши стирают. Какая-то вот такая припудренная резина. Ну, вот сейчас уже время прошло. Еще раз понюхала руку. Уже вот эта резиновость ушла. Появилась такая чернильная миндальность. Как я ее называю. Вот похожая... Ну, точнее, не похожая. Но вот такого рода миндальность. В Tardes от Carnar Barcelona. Вот я тоже. Я люблю более натурально звучащий миндальный аромат. Хотя я в целом их вообще особо, наверное, не люблю. Поэтому вот такая вот... О, смотрите, откололся даже. Бедный тестер замучили. Так нравится Tardes. Многим. Ну, я не говорю, что там плохо или хорошо. Просто интересно было. Ну, вот надо еще ее порасслушивать. Что это такое. Да. До того своего за теста заглянула на фрагрантику. И начала читать отзывы про то, что там он похож на ломком гипноза. Кто-то написал. Совершенно нет. Ничего общего вообще. Вот. Еще его сравнивают с парфюмом от Энитио. Я, по-моему, его когда-то тестила в Ялте очень давно. Ничего не могу сказать. Так. Ну, снимем вам стаканчик от духов фантомаса. И вот есть его коробочка. Сам тестер прячут. То есть, ну, так. Дали потестить и все. Пока что вот прошло минут пять. Это дынный аромат. Знаете, такая дынь. Дынька очень приятная. Как будто бы там какая-то травность. Ну, не такая ядерная, как в Апсенте. Ну, в смысле, не такая мощная. Мне Апсент нравится. Но вот что-то как дыня с травами пока что. Жду открытия остальных нот. Не знаю, дождусь ли я в этом ролике. Но, может, потом что-то отмечу. В целом, прикольно. Не уверена, что я бы носила бы этот парфюм. Просто он не отталкивающий. Ну, в общем, в сутой серии Форд выпустил вот этих вот всякие там пирсики. На сомата выпустили дыню. В общем, сплошной мультифрукт. На фото вот эта кофточка прям такая вот желтенькая. Знаете, такой вот цыпленочек. Ну, мне так нравится этот цвет. Ну, я не для себя просто, говорю, такой приятный для глаза. Так, ну что я хочу сказать. Довершение по поводу фантомаса. Кстати, вам нравятся вот эти мам джинсы? Я, конечно, понимаю, что уже спрашивать как бы странно. Уже давным-давно всех таскают. Не знаю, у меня они как-то не очень нравятся, как на мне все это. Мне кажется, это на высоких девочек. Вот. И я думаю, откуда пахнет, даже через маску, вот чем-то таким вот, чем-то пахнет очень сильно. Я понимаю, что это фантомас. Перебил я тут всем, чем только можно, надушилась. И азалией, и еще чем-то уже не помню. Ну, вот в основном дыней. В общем, вот такой он фантомас. Я бы хотела бы еще добавить по поводу фантомаса. В общем, в тот вечер я приехала домой и постаралась побыстрее смыть этот парфюм, потому что он меня замучил. Вы знаете, вот это вот то, что я называла хвойность, я не могла определить. То, я говорила, какая-то травность. Это немножко не соответствует действительности, потому что на самом деле мне это стало напоминать мускусы, типа как в кирке Тициана Теренце, только вот если бы, знаете, вместо там всяких маракуй и вот этой всей фруктовой части добавили бы дыню. Ну, в общем, не сказать, что один в один, но похоже. Вот такое вот а-ля Тициана Теренцевское звучание у фантомаса. И лично для меня это тяжелая такая артиллерия. Он, знаете, приятен издалека, вот так вот, много-много метров, если так донесется, что-то такое вот веселенькое, прикольненькое, но на себе это, конечно, ну, это очень мощно. Это очень мощно, это громко, это прямо вообще. И вот это такая специфическая, вот этот специфический такой металлический какой-то мускус, вот этот вот, ну, сами понимаете, да, как у Тицианы Теренцевской такой, вот он очень здорово похож на одежде. Достаточно из-за этого мужественная такая база получается. У меня пуховик, грубо говоря, уже третий день пахнет рукав, и, в общем, подходишь, и прямо вот этот вот запах. Ну, в общем, все. Рассказала все, что хотела. Всем пока-пока. Пишите комментарии.